МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В СССР в соседних государствах информационные системы, которые будут отслеживать таких нарушителей. Шесть лет назад Россия вела ответ на эмбарго на санкции США и ЕС. Запрет на ввоз импортных продуктов благотворно сказался на отечественном агросекторе. Так считают эксперты. В минусе только промышленность. Верховный суд России удовлетворил заявление Генпрокуратуры и признал криминальное движение АУЕ, арестантский уклад ЕДИН, запрещенный в России экстремистской организацией. Об этом накануне сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Как поясняет Генпрокуратура, в судебном заседании установлено, что АУЕ, запрещенная в Российской Федерации организация, является хорошо структурированной и управляемой организацией, молодежным движением экстремистской направленности. Должноосное лицо Забайкальского фонда капитального ремонта оштрафовали на 5 тысяч рублей за поздний ответ на обращение жителей Читы. Об этом порталу Запру сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. В отношении сотрудника прокуратура возбудила административное дело по статье КОАП «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». По постановлению прокуратуры, мировой суд привлек должностное лицо к административной ответственности с назначением штрафа в размере 5 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу. Средняя зарплата учителей в России по итогам второго квартала этого года составляет менее 31 тысячи рублей в месяц, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование портала «Авиторабота». Самые высокие оклады у преподавателей из Москвы – около 52 тысяч. На второй строчке Петербург – с 35 тысячами, а замыкает ройку лидеров Екатеринбург, где средний оклад – около 30 тысяч рублей. Больше 25 тысяч получают учителя Казани, Перми, Омска, Иркутска, Красноярска, Краснодара и Барнаула. Наименьшую сумму в месяц имеют педагоги Волгограда – чуть больше 20 с половиной тысяч.